Приветствую посетителей и подписчиков моей страницы. В данном видео я хочу рассказать о новой площадке компании Stars. Площадка называется TrackX. Маркетинг данной площадки кардинально отличается от маркетинга ранее созданных и действующих компаний Stars. Итак, 1 ноября состоялся предстарт площадки TrackX. Полный запуск этой площадки состоится в начале декабря. Сейчас же любой желающий может заранее купить необходимое ему количество полонец в площадке TrackX. И давайте же более подробно рассмотрим маркетинг площадки TrackX. Маркетинг вышеуказанной площадки основан на структуре маркетинга площадок Track1 и Track2. Но при этом есть существенные отличия. На площадках Track1 и Track2 у планет участников есть свои номера. Соответственно, переход планет с одного уровня на другой происходит в порядке очереди. Иными словами, планеты, которым присвоены свои порядковые номера, двигаются в порядке очереди. И переходят, соответственно, с одного уровня на другой. На площадке же TrackX алгоритм работы несколько иной. Здесь можно перейти с одного уровня на другой, более высокий, гораздо быстрее, чем это предусмотрено в площадках Track1 и Track2. Здесь самое главное, чтобы баланс приобретенных участникам планет был всегда положительный. И далее я объясню более подробно, почему. На платформе, на площадке TrackX есть так называемые инновации, которые заключаются в маркетинге TrackX. И здесь есть два, так сказать, аспекта. Первое, что на площадке TrackX можно достичь любого уровня в маркетинге, вне зависимости от того, когда человек зашел на площадку и приобрел планету. Второй момент инновации связан с мотивацией продлевать баланс своих планет. Если в предыдущих площадках Track1 и Track2 всегда стоял вопрос с тем, чтобы участники продлевали свои планеты. Ведь если, например, у человека планета оказалась с номером 21 тысяча с чем-то, то она будет долго переходить с одного уровня на другой. А для того, чтобы планета двигалась, нужно ежемесячно продлевать баланс планеты. Как я уже сказала, что планеты Track1 и Track2 переходят с одного уровня на другой в порядке очереди. Ну и самой собой понятно, что если, например, планета 21 тысяча с чем-то закрыла седьмой или даже восьмой уровень, должно пройти довольно-таки длительное время, пока до этой планеты дойдет очередь, чтобы она закрыла уровень. И, соответственно, ее нужно ежемесячно продлевать, пополняя баланс на 360 ст. Вопрос же о мотивации с продлением баланса планет на площадке Track1 отпадает сам собой. У человека всегда будет мотивация ежемесячно продлевать свои планеты, чтобы получить выдвину. Давайте все же рассмотрим подробно, почему, в чем состоит уникальность данного маркетинга X. Алгоритм работы системы площадки TrackX построен на случайном выборе. То есть каждые два часа система рандомна, на каждом уровне будет выбирать участников, которых нужно передвинуть на следующий уровень. Ну, а так как я уже говорила, что для того, чтобы планеты переходили с одного уровня на другую, всегда должен быть положительный баланс планеты. Если на балансе планеты будет ноль, то система просто не выберет эту планету для перехода на следующий более высокий уровень и пропустит ее. И тем самым у всех участников есть мотивация вовремя продлевать баланс своих планет. Ведь велика вероятность, что кто-то из участников, пройдя весь круг, например, за 3 или 4 месяца, получит хорошие выплаты и опять начнет продвигаться с первого уровня, с первого по десятый уровень и далее получать все те же самые выплаты, что и с первого круга. Всего на данной площадке 10 уровней. И сейчас я немножко дам такую краткую справку по терминам, которые есть на данной площадке. Итак, планета. Что такое планета? Планета – это место пользователя в данной программе. В площадке Трек Икс вы можете иметь неограниченное количество планет. В отличие от площадок Трек 1 и Трек 2, которые уже являются закрытыми и попасть туда просто невозможно. А в Трек Икс можно приглашать людей и самому, если посчитаете нужным, докупать планеты. Кометы. Что такое кометы? Кометы – это двигатель каждой планеты или аналог клонов. И третий термин, на который стоит обратить внимание и нужно знать об этом – это бонусные кометы. Бонусные кометы – это топливо для планет всех участников Трек Икс. Эти кометы занимают свободные места в структуре площадок Трек Икс и продвигают планеты по уровням. Как же происходит активация на площадке Трек Икс? Вход в эту площадку и ежемесячная активация составляет 360 или 360 рублей. Это стоимость одной планеты. Соответственно, если вы хотите купить три планеты, то необходимо на покупку 1080 рублей и столько же ежемесячная активация. Система активации на площадке Трек Икс построена аналогичной активации на площадке Стар Трек. Вы можете либо самостоятельно пополнять баланс планет, либо включить функцию автопродления. Кроме того, площадка Трек Икс не имеет каких-либо ограничений, в отличие от площадок Трека 1 и Трек 2, как я уже говорила ранее. Эта площадка всегда открыта и можно в любой момент зайти, даже через 2 и более месяцев после полного старта. И давайте еще раз пробежимся по главным особенностям площадки Трек Икс. Первое. Вход и ежемесячная активация составляет 360 степ, подчеркиваю, за одну планету. Второе. Привычная структура, основанная на Стар Трек. Третье. Простые условия для работы в данной программе. Четвертое. Икс-маркетинг, о котором я уже говорила выше. Пятое. Это постоянный интерес участвовать в программе. И шестое. Связь с другими площадками. Это Стар Бейс и Буст Икс. Площадка Стар Бейс уже действующая, а площадка Буст Икс будет запущена позднее. Примерно где-то через месяц после полного запуска площадки Трек Икс. О точной дате запуска площадки Буст Икс админы сообщат. И давайте теперь рассмотрим более подробно таблицу выплат и получение различных бонусов по закрытию уровня. Итак, планета, закрывая пятый уровень и переходя на шестой, получает выплату в 1000 СТ. Кроме того, вы получаете 75 бонусных комет и один клон в площадку Буст Икс. А когда планета закрывает шестой уровень и переходит на седьмой, то она получает выплату в 1500 СТ, получаете 400 бонусных комет, два клона в площадку Буст Икс и один клон в площадку Стар Бейс. С закрытия седьмого уровня начинается самое интересное. Если у вас есть команда, то с закрытия седьмого уровня вашим партнерам вы будете получать соответствующие выплаты. отмечу, что уникальность этого маркетинга состоит еще в том, что ваши партнеры могут оказаться впереди вас. То есть вы еще, например, система выбрала планету вашего партнера и он дальше вас прошел. И, соответственно, вы раньше можете получить кураторский, чем находитесь, допустим, вы на шестом уровне, а ваш партнер уже закрыл там седьмой, восьмой уровень, соответственно, вы получите кураторский с этих уровней. Итак, если вы закрываете седьмой уровень, то получаете выплату в 4000 СТ. От партнера, если он закрывает седьмой уровень, вы получаете 500 СТ. Также вы получаете 5000 бонусных комет, 10 клонов в площадку Пуст Х и 2 клонов в площадку Старбейс. Закрывая восьмой уровень и переходя на девятый, вы получаете выплату в 12000 СТ. 2000 СТ вы получаете, если, соответственно, ваш партнер закрывает восьмой уровень и переходит на девятый. Затем вы получаете 15000 бонусных комет, 20 клонов в площадку Пуст Х и 10 клонов в площадку Старбейс. Закрывая девятый уровень и переходя на десятый, вы получаете 80000 СТ. 10 000 СТ вы получаете, если ваш партнер закрывает девятый уровень и переходит на десятый. Также вы получаете 70000 бонусных комет, 100 клонов в площадку Пуст Х и 50 клонов в площадку Старбейс. Ну и, наконец, закрывая десятый уровень, вы получаете выплату в 250000 СТ. 49640 СТ вы получаете от партнера, если он закрывает десятый уровень. Также вы получаете 350000 бонусных комет и в площадку Пуст Х 1000 клонов и 100 клонов в площадку Старбейс. Отмечу, что клоны вы получаете в Пуст Х и Старбейс Старбейс в первый стол. При этом отмечу, что выплаты идут из расчета на одну планету. И вы сами можете посчитать, если у вас будет, например, не одна, а две или три планеты, то выплаты, соответственно, увеличиваются. И что же мы имеем в итоге? В итоге давайте посмотрим, что касается бонусов и перерывов. При закрытии всех уровней на площадке трек из пикстока с одной планеты вы получаете бонус за закрытие всех уровней 348500 СТ, 6140 СТ, кураторский бонус, 1133 клонов в площадку Пуст Х, общее количество бонусных комет 440475 и 163 клонов в площадку Старбейс в первый стол. И давайте же еще раз сравним площадку Трек Х и аналогичные площадки компании Старс, которые были созданы ранее. Для ранее созданных и функционирующих площадок формата Трек компания Старс запускала ускорители, которые являлись дополнительным средством заработка и, соответственно, помогали в движении планет на уровне. Подобный ускоритель будет создан и для площадки Трек Х. И он уже получил свое название Буст Х. Кометы с Буст Х будут скапливаться на специальном общем балансе площадки. И при достижении определенного количества они будут выпускаться и продвигать планеты участников по уровню. Также в Трек Х будет запущена волна перелива в другую площадку, площадку Старбейс. Как я уже говорила ранее, при прохождении всех уровней только с одной планетой участник получает 160 реклонов в площадку Старбейс. Подчеркну, что даже если вы зашли в Трек Х, например, через 2-3 месяца, когда уже площадка Буст Х будет запущена, и вы не хотите в ней участвовать, и не хотите участвовать в площадке Старбейс, Старбейс, то все равно, когда вы закроете уровни, где были вылеты клонов в Буст Х и Старбейс, эти площадки у вас откроются автоматически. Хотите вы этого или нет? Ну и подводя итоги этой презентации, хочу отметить, что любой, кто зайдет в площадку Трек Х после запуска, даже через несколько месяцев, имеет равные шансы с другими участниками, зашедшими ранее, например, на Старте уже. Любой участник может получить выплаты и закрыть высокие уровни, зайдя в любое время. Я рекомендую брать минимум 3 планеты. Таким образом, вы увеличиваете шансы, чтобы попасть хотя бы одной из планет на более высокие уровни. И главное, держать баланс ваших планет положительным. На этом все. Моя видеопрезентация закончена. Подключайтесь к данной площадке. Ссылку вы найдете в описании. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok